Это методичка, это пособие, которое сделано для того, чтобы с ней можно было работать самостоятельно каждому владельцу бизнеса, либо нанять себе какого-то сотрудника, который сможет понять и описать такую ситуацию, либо нанять внешнего копирайтера, либо агентство, которое упакует полностью все элементы для того, чтобы быть понятными дизайнерам. Мы представляем некую концепцию здесь работы дизайнера, мы представляем, как дизайнеру выгодно смотреть со стороны на поставщиков и представляем здесь взгляд именно профессиональных покупателей, ни в коем случае не обычных, на которых не действуют различные маркетинговые уловки, которые действительно ищут информацию, но не могут ее найти и от этого очень сильно печалятся. Поэтому все, что мы здесь даем, нужно просто для того, чтобы вытаскивать суть и оказываться полезным максимально для максимального количества числа покупателей, профессиональных дизайнеров, которые смогут продать ваш продукт, если он будет понятным и удобным для них. Как показывает практика и опросы, большинство дизайнеров просто закрывают сайт и не звонят сами никогда, если это не какая-то уникальная услуга, которую больше нигде не найти, либо если клиент точно уж какую-то вещь не выбрал, допустим, это какая-то брендовая, очень важная для него продукция. Ну, допустим, это могут быть планетарные миксеры или специальная какая-то варочная поверхность, ну, либо еще что-то, что и так уже известно и что уже производитель, которого вкладывается очень сильно в рекламу самостоятельно и уже клиент говорит, я вот хочу именно вот это. Если у вас нет такой сильной рекламной кампании, вы представляете продукцию, которая, в принципе, может быть известна на рынке, но клиента не слышал, потому что рекламу по телеку и в журналах, в газетах не крутят, то есть бренд не такой раскручен, в этом случае нужно всегда объяснять, чем одно лучше другого. И здесь кто лучше объяснит, кто понятнее объяснит, тот и будет продаваться. Объяснять нужно в данном случае не клиентам, ну, вот в нашей ситуации, а именно дизайнерам. Дизайнеры, чтобы покупали, нужно удовлетворить их потребности. Потребности у них заработать денег, в основном, конечно, первое. Второе, чтобы не подвели, и третье, это чтобы продукт оказался, не подвели поставщики, и чтобы продукт был уместный и по дизайну, и качественный, ну, чтобы вот он соответствовал полностью ожиданиям дизайнера и способствовал раскрытию его творческого интерьера. И, ну, и деньги, наверное, тут тоже, естественно, важны, но они стоят никогда не в первую очередь. И что же происходит? Когда дизайнерам нужно найти какой-то продукт, если он их знает, то он знает отлично, если не знает, он знакомится на выставках, на мероприятиях каких-то, то есть это всегда хорошо. Но чаще всего мы идем в интернет и пытаемся найти какую-то информацию, и не находим ничего полезного, не находим ничего нужного. Чтобы это все находить, мы предлагаем упаковать все услуги, продукты, свойства поставщиков в различные карточки, в различные материалы, для того, чтобы ежесекундно высылать все это дело дизайнеру. Когда дизайнер получает всю эту информацию, он анализирует, и в зависимости от того, какой у него тип клиента, у дизайнера бывают совершенно разные клиенты, бывает у кого-то эконом, у кого-то бизнес, у кого-то премиум класс, то есть у них разные потребности. И он уже видит сам, что вот для этого клиента подойдет вот этот материал и вот этот поставщик, а вот для этого, слушая, другой. И так получается, что если каталогизированная информация о всех поставщиках и решениях, и дизайнеру самому понятно, для какой ситуации, какое решение будет максимально удобно, то все эти карточки он сохраняет себе куда-нибудь в папочку и потом при необходимости советует клиентам те или иные решения. Да, конечно, можно устраивать презентацию, можно приглашать дизайнеров в свои шоу-румы, знакомиться с ними на выставках, это все отлично. Можно даже звонить по телефону и пытаться пригласить куда-то или попродать свою продукцию, это уже очень плохо, потому что, ну, один процент только дизайнеров будет заинтересован, остальным будет это все неинтересно, это будет восприниматься как пустой спам. Но в чем вся соль? В том, что если ты распространяешь информацию хорошую, то ты можешь ее распространить на огромное количество дизайнеров без каких-то усилий за счет публикаций в социальных сетях, за счет просылок e-mail'ов и за счет рекомендаций. То есть дизайнеры будут рекомендовать друг другу хорошие оформленные материалы. Это такое вот бесплатное пока сарафанное радио, оно работает действительно. Все остальные способы, они тоже, ну, естественно, работают с той или иной эффективностью, но вот это вот, как показывает практика, как мы, как дизайнеры, сами можем сказать, самый эффективный способ. Вот об этом во всем эта книга, о том, как завоевать любовь дизайнера, о том, как сделать свою продукцию понятной для него, объяснить, почему она нужна, чтобы дизайнер смог объяснить клиенту, почему одно отличается от другого, какую напольную доску покупать именно его клиенту, почему именно эту, а не другую. И чтобы это можно было сделать без контакта с поставщиком, без выезда в магазины, а вот чтобы дизайнер сразу сам знал ответы на все вопросы. Это делает дизайнера наиболее компетентным в глазах клиента, а это еще одна особенность, то, что дизайнер хочет быть экспертом в глазах клиента. Поэтому это своеобразное обучение дизайнера. И здесь еще одна хитрость, что дизайнеры очень любят, когда, ну, они любят сами обучаться и любят, когда информацию доносят в понятной форме, чтобы они дальше могли козыреть этой информацией. Поэтому если вы, как поставщики, дадите дизайнеру именно инструменты вот таких вот, информационные инструменты правильные, и научите их о них рассказывать, то дизайнеры запомнят о вас как о, не просто поставщике еще одном напольных покрытий, а о поставщике, который умеет в том числе упаковывать информацию и выдавать. То есть они получат пользу. Когда человек получает пользу, у него естественное желание выразить благодарность. Благодарность это, ну, он запоминает, во-первых, это, да, что пользу получил, во-вторых, он всем рассказывает об этом. И дальше у него благодарность купить у вас материал либо продукт при прочих ранных условиях, по цене, по качеству, если вы понятнее, недоходчиво рассказали, просто он знает именно вас и выберет именно вас. В общем, здесь убиваются несколько разных точек, соприкосновения и социальные доказательства, когда дизайнеры советуют друг другу, и благодарность, и признание вас как эксперта. Много-много что еще. То, что повышает лояльность дизайнеров и помогает при прочих ранных условиях, опять же, купить вашу продукцию, если там не накрученные цены за маркетинг. Здесь, конечно, это очень важно, чтобы продукция была хорошая и конкурентоспособная. Не только за счет рекламы, а за счет действительно качества изготовления. Либо, наоборот, за счет рекламы, но при этом только клиент-дизайнер должен хотеть какую-то разрекламированную вещь, и надо на это делать с их пор. То есть здесь идет по потребностям клиента. Хорошо, это первая глава. И результатом прочтения данной книги у нас будет понимание, как упаковать себя самостоятельно полностью от начала до конца, что указывать, что не указывать, и вы сможете это сделать. Глава 1. Что не так? Здесь, в этой главе, мы говорим о том, что на самом деле происходит сейчас в жизни, то есть как мы работаем с дизайнерами, с клиентами, как поставщики работают с дизайнерами, что им не нравится. Здесь мы говорим о тех вещах, которые просто недопустимо делать, и объясняем, почему именно так. То есть какие эмоции вызывают поставщики, когда делают те вещи, которые описаны в этой главе, и к чему они ведут. То есть не делайте так, как здесь написано, и почитайте объяснение, почему. В главе номер 2 описаны хитрости. В хитрости описано с трех сторон, что такое хитрости. Ну это такие уловки, которые позволяют получить больше выгоды, немножечко либо обманывая, либо немножечко попадя в заблуждение, либо не договаривая что-то для другой стороны. Здесь мы говорим о том, какие хитрости применяют поставщики для того, чтобы продать свое изделие, продукцию, либо сручиться доверием со стороны дизайнеров. На что они идут, на какие уловки и почему так происходит. Также дизайнеры смогут почитать про эти уловки и никогда на них не попадаться. Поэтому здесь двояко. С одной стороны уловки работают, эти. С другой стороны, так как дизайнеры почитают тоже эту книгу, они увидят, что сейчас ими пытаются манипулировать, и уловки будут открыты полностью. Поэтому не делайте так, работайте честно. Чтобы работать честно, нужно создавать понятное описание, не пытаться кого-то обмануть, а тем более профессиональные покупатели. Хитрости бывают не только со стороны поставщиков, но и со стороны дизайнеров. Надо быть здесь честным, потому что мы тоже очень люди такие алчные и творческие на разные скидки, чтобы получить. Поэтому дизайнеры тоже, конечно, хотят получить максимум выгоды, и это понятно. Иногда дизайнерам поручают клиент сделать подбор и выбить максимальную скидку. Иногда дизайнер просто сам хочет это сделать и обещает золотые горы поставщику, только бы получить сейчас максимальную цену. То есть это обычная торговля на рынке. С незапамятных времен все это было. Так же и здесь происходит. Мы как дизайнеры ищем самого лучшего поставщика по соотношению цена-качество и риски, а поставщик готов, хочет продать свою продукцию максимально дорого, снабдив ее сервисом и объяснив, почему за это стоит платить дольше. Вот в этой, не войне, а в этом взаимодействии мы и работаем. И у дизайнера здесь тоже бывают хитрости. Заключены они в том, чтобы различные манипуляции проводить, чтобы поставщики уступили в цене. О них стоит помнить. Но так же хитрости и применяют клиенты, потому что дизайнеры хотят получить тоже агентские вознаграждения и присоединиться к той цене, которую клиент платит и вычесть немножечко из прибыли поставщика, договорившись с ним об оптовых поставках и забрать себе вот эту разницу между розничной и оптовой ценой. Так происходит достаточно часто. Это нормальная практика, потому что дизайнерам не очень много за сам дизайн проект платит. А клиенты, зная об этом, они тоже об этом знают и они хотят тоже представиться типа дизайнерами, тоже получить хотят оптовую цену, но при этом не платить дизайнеру вот это вот агентское вознаграждение, типа они сами нашли поставщика, а у поставщика выбить максимальную скидку. То есть это тоже разумное решение и мы попадаем в такой треугольник. С одной стороны поставщики хотят максимально заработать на всех, оказать хороший сервис, чтобы у них на это были деньги, на хороший сервис и сделать так, чтобы еще прибыль какая-то осталась. Дизайнеры хотят тоже такой же хороший сервис, при этом хотят поменьше денег, чтобы клиент их был доволен, что купил подешевле. И при этом хотят еще себе какое-то вознаграждение оставить, но при этом, чтобы был хороший сервис. А клиенты хотят вообще всех выкинуть из этой цепочки, заплатить вообще по минимуму и тоже получить хороший сервис. Вот такая задача нелегкая, такая война получается здесь и каждый в этой войне применяет свои хитрости. Мы в этой главе рассказали о всех хитростях, которые вообще могут быть, ну основных, да, естественно, если будут какие-то дополнения, присылайте их нам на почту, мы их включим в новую редакцию и новые примеры обязательно включим. Нам интересно будет очень послушать, может быть, и ваши какие-то примеры. Поэтому обязательно присылайте, присылайте, в чем мы правы, в чем мы не правы, и снабдим эту главу полным списком всех тех хитростей и манипуляций, которые могут быть для того, чтобы получить минимальную цену, либо получить максимально выгодные условия для себя, для покупки, если вы клиент. Глава третья. Проблемы с поставщиком на проекте. В этой главе мы останавливаемся на том, что рассказываем после того, как, допустим, поставщик выбран, дизайнер выбрал поставщика, либо клиент, заключили контракт, и начинается работа. То есть выбрать поставщика и заключить контракт – это полдела. Самая главная работа начинается, когда мы начинаем работать. И здесь у многих поставщиков возникают тоже проблемы, которых, ну, в общем, сейчас то, что они обещали в маркетинговых материалах и перед продажей мы должны проверить, и, как правило, это не совпадает. То есть вот тут начинается суровая правда. Когда обещает нам хороший менеджмент, а в итоге за менеджером надо нам бегать. Когда в отзывах и маркетинговых материалах написано клиент-ориентированность, а по факту оказывается, что каждая, запятая в договоре, она важна была, и надо было читать, и теперь работайте по договору, и ни в коем случае никак иначе. И мы вас предупреждали, надо было не слушать рекламные материалы, а смотреть то, что написано реально в договоре. Дальше возникают вопросы со сроками, со сдачей, с выкрасами, и вот все, что там описано, то есть проблемы, они будут, и для того, чтобы... Они будут всегда, то есть эти проблемы, не бывает, что проект идет без проблем, не бывает идеальных компаний, не бывает идеальных сервисов, всегда есть какие-то проблемы. Ну, либо бывает, но там будет очень высокая стоимость, поэтому мы-то ищем подешевле, как мы поняли из предыдущей главы, и получается, что мы хотим отличный сервис за минимальную стоимость. В итоге мы находим что-то среднее и должны быть готовы. То есть чудес не бывает, не надо их ожидать, мы должны быть готовы и к среднему сервису. Это нормально, кстати, ничего в этом сложного нет, но и к маленькой цене, ну или средней цене, то есть не максимальной. И за это мы, за минимальную цену, получается, мы покупаем себе вот такой небольшой геморрой в сервисе. В этом ничего нет плохого, ничего страшного вообще нет. Если мы как клиент, допустим, доверяем все это управление дизайнеру, и дизайнер знает, как надо контролировать поставщика. Он знает, где будут ошибки, он знает, где будут проблемы, он знает, что поставщик напишет в договоре, он знает, что нужно проконтролировать на производстве что-то, он знает, что когда придут изделия на объект, нужно там проверить царапины, поместить, сдать на хранение, поместить все, что мы сделали с выкрасами, сравнить с образцами, ну и так далее. В общем, все те вещи, которые нужно сделать для дизайнера, либо для клиента, если он работает без дизайнера, указаны здесь. То есть ничего сложного, ничего страшного нет, это просто процедуры, которые нужно провести. Эту же процедуру желательно провести и в том случае, когда мы работаем и с надежным поставщиком, потому что хуже от проверки не будет. И здесь мы описываем все проблемы, ну или основные проблемы, которые возникают с поставщиками по категориям и описываем, почему они возникают. Опять же, если у вас есть какие-то дополнения, то присылайте нам письма на почту, мы с удовольствием включим ваши истории и ситуации в следующую редакцию книги. Результатом этой главы, да, давайте тоже поговорим об этом. Результатом этой главы будет полное понимание, на что стоит обратить внимание у дизайнера, либо клиента, на что вы обратите внимание у поставщиков, когда вы будете уже работать, когда заключен контакт и работа пошла. И, соответственно, все то же самое со стороны поставщиков, на что стоит обратить ваше внимание как руководителя, если вы владелец какой-то компании, да, и вот в эти точки надо давать максимальный упор на работу менеджера, то есть просто их контролировать. Вы можете прям взять и внедрить эту структуру, эту систему обратной связи, систему работы, проверить по всем этим сложным точкам. Если хотите, можете сделать это сами, можете заказать отдельный аудит у нас в компании, либо у какого-то консультанта. Это будет очень-очень полезно для сервиса, для того, чтобы заказы выполнялись вовремя. Ну, к примеру, у нас введена система введения проекта, не у всех она есть, то есть когда мы запускаем заказ, у нас есть менеджер, который отвечает за этот заказ, он не просто за него отвечает, чтобы он был сделан, а он по вешкам идет, по определенным, и у него есть все необходимые точки контроля. Поэтому на каждое производство нужно внедрить эти точки контроля с плюсиками, с галочками, чтобы человек их отслеживал. Тогда не будут проблем со сроками, с выкрасами, с дизайнерами, с клиентами, с потерей денег, с потерей там, не знаю, чего угодно. То есть ввести надо именно систему управления. Вот результатом этой главы будет понимание, как это сделать, и если захотите, можете внедрить это сами. Если захотите, опять же, заказать консультацию, мы поможем вам внедрить эту систему на основе, как сделано у нас в студии, допустим. Глава четвертая – это типы дизайнеров. Здесь мы говорим о том, что не все дизайнеры одинаковые, и дизайнеры есть разных типов, их пять мы насчитываем. Почему это важно знать? Ну, потому что, как мы знаем из теории макетинга, есть разные категории клиентов, и каждой категории клиентов нужно предложить свой товар с определенными плюсами и минусами именно для этой категории. Так и осуществляется продажа. Здесь идет продажа компании, продажа бренда, и здесь идет продажа сервиса. Почему заказать именно у вас? Соответственно, чтобы это сделать, чтобы дизайнеры заказали у вашей компании, нужно объяснить каждому типу, как вы работаете. Это очень важно, потому что типы дизайнеров взаимоисключающие, есть типы, которые подразумевают, что они сами будут все контролировать, им нужны одни плюсы и другие минусы, они избегают других вещей. А у других дизайнеров наоборот, они хотят, чтобы за них все сделали, и заплатили денег, и они не вмешивались. То есть разные абсолютно потребности. И совершенно будет неправильно предлагать одну и ту же продукцию одними и теми словами всем типам дизайнеров. Это просто будет в холостую, потому что 1,5 дизайнеров только будут покупать, а 4,5 отсеиваться и отмораживаться. Соответственно, вы будете терять 80% дохода. Чтобы не терять 80% потенциального дохода, нужно прописать под каждый тип дизайнера, по сути, свою историю, свою цепочку продаж, свою мотивацию на продаж, и под это дело подстроить, подучить менеджеров, чтобы они умели не только на слова, но и на деле проводить весь этот процесс так, как написано в ваших продающих материалах. По сути, надо сделать 1, 2, 3, 4 или 5 подразделений услуг по работе с дизайном, чтобы менеджеры понимали, о, это дизайнер, категория номер 1, значит, с ним мы работаем вот так, а другой менеджер лучше работает с другими дизайнерами, вдаваясь в детали, вдаваясь в подробности. Здесь уже каждый сам может из компании, ну, мы рекомендуем, скажем так, каждой из компаний подумать, как это будет сделано, то ли это будет считаться в одном менеджере, он просто будет знать все типы и уметь со всеми работать, то ли там 2 или 3 менеджера посадить, в зависимости от объема компании, на каждый тип дизайнера. Это будет очень важно и очень приятно дизайнерам, потому что они будут вас любить именно из-за того, что вы найдете к ним индивидуальный подход. Вот этот вот пресловутый индивидуальный подход, то, что все пишут, он заключается не просто в написанной красивой фразе, он заключается именно в понимании того, что нужно для этого дизайнера и в умении выстроить процесс внутренний, системно, то, что мы говорили в предыдущей главе, системно, чтобы этот процесс шел так, как нужно этому типу клиента. И здесь в четвертой главе мы с вами говорим максимально детально о том, какие типы дизайнеров бывают, описываем все их плюсы, все их минусы, какие они хотят видеть в поставщике и минусы, которые хотят избежать в поставщике. И у вас, по сути, готовы есть портреты клиентов, на основе которых вы сможете выстроить вот ту систему, о которой мы говорим. И это будет очень полезно, потому что вся эта история сможет лечь в основу ваших продающих материалов и позиционирования для дизайнеров. В итоге повысится продажа. Глава пятая. Как работает дизайнер на проекте? В этой главе мы хотели рассказать о том, когда ваша продукция, в зависимости от того, какая это продукция есть, может быть полезна для дизайнера. И мы расписали здесь весь процесс, для того, чтобы вы понимали, где вам удобно будет встроиться и какая помощь дизайнеру нужна. То есть, по сути, это наш процесс дизайнерский, просто информация для размышления, для того, чтобы понять, наверное, как мы работаем. И, возможно, у вас будут какие-то свои идеи, как вы можете быть здесь максимально полезны, для того, чтобы дизайнеру тоже было полезно работать с вами. Там даны некоторые рекомендации. Посмотрите сверху вниз весь этот процесс. И там, где именно ваша продукция продадет максимально сильно, вот на это и сделайте упор в своих продающих материалах. И скажите, что да, мы понимаем, что вы работаете именно вот так, у вас такой процесс, и поэтому мы вот именно так решаем вот эти проблемы, возникшие у вас на этом процессе. Вот, пожалуйста, с помощью нашей продукции, с помощью нашего сервиса, с помощью нашей компании. То есть, по сути, это тоже информационная история, результатом которой также будет более глубокое понимание ваших типов клиентов. Мы рассказываем здесь, как работают дизайнеры с нашей стороны. Карточка продукта. Это карточка номер 6. Глава номер 6. Здесь наша задача описать те продукты, которые мы продаем. То есть, перед тем, как дизайнер закладывает те или иные продукты, ему нужно понимать очень много специфических характеристик. У него есть, у дизайнера есть бюджет проекта. Соответственно, он уже ориентируется, что это за клиент, какие материалы он любит и какой бюджет у него есть на все это дело. И получается так, что дизайнер, ну, либо знает сразу продукты, либо он ищет какие-то новые, ну, и предлагает клиенту. Ну, чаще всего, всегда на разные проекты предлагаются разные материалы. И если у дизайнера не один тип клиентов, не на конвейере, не на потоке все поставлено, таких дизайнеров не так много, и они, как правило, работают уже с проверенными поставщиками, с которыми уже сработались на потоке. А в основном дизайнеры подстраиваются под клиента, подстраиваются под задачу, решают любые задачи. Так вот, им для того, чтобы ориентироваться в продуктах, нужно полное их описание. Это как пазлы, они, как в лего-кубике, они с помощью этих кубиков могут жонглировать и строить любой интерьер. Соответственно, ваша задача подготовить вот эти базовые лего-кубики для того, чтобы дизайнер понимал, так, вот если вы производите окна, то у меня есть окна эконом, премиум и максимальный уровень, надо понимать, в чем их различие. Если у меня будет вип-клиент, я ему предложу максимальный и объясню, чем они лучше, чем они выгоднее. Если будет эконом, я им предложу эконом и тоже объясню, чем лучше. Далее, после того, как выбран тип продукта с понятным описанием, там 20 типов продуктов, вернее, 20 типов есть вопросов, на которые мы отвечаем. Вы отвечаете, как поставщики, и сдаёте дизайнеру эту карточку. Дизайнер сохраняет эту карточку в базу данных поставщиков, продуктов, и дальше, когда возникает вопрос, быстренько достает и показывает клиенту, может презентовать. Это очень полезно, оказывается. Кроме того, эти карточки вы можете использовать, если создадите на своем же сайте, в рассылках, в рекламных материалах. То есть, это будет всегда полезно, потому что будет объяснять суть работы. Эти карточки подойдут и в том числе, и менеджерам проектов, которые будут работать с продуктами, и вы сможете облегчить их работу, прием на работу новых менеджеров по продажам. После того, как продукт выбран, встает вопрос, кто будет все это дело, у кого мы будем покупать. Это глава номер 6, здесь мы, номер 7, описание компании, здесь мы говорим о том, что важно, да, не только сам продукт, но и сервис вокруг него. Здесь мы говорим больше о сервисе, почему выбрать именно вашу компанию, что вы делаете, такого, что не делают другие. Может быть, один и тот же продукт можно купить максимально дешево, но без сервиса, либо с установкой, с гарантией, с ремонтом, но дороже на 20%. И здесь мы тоже выбираем компанию поставщика, либо завозим самостоятельно, либо выбираем компанию поставщика, либо на месте каким-то строительным способом мы пытаемся делать. Все это дело мы, как дизайнер, обсуждаем с клиентом, и если нам нужен максимальный сервис, клиент говорит, я вот не хочу рисковать, хочу максимальный сервис, то мы ищем компанию по определенным показателям. Если клиент говорит, нет, я хочу экономить максимально, ну, Мы пытаемся привести это как-то самостоятельно, либо сделать на месте самостоятельно, либо купить нам в интернет-магазине и заниматься всем этим тоже самостоятельно, либо клиент сам этим занимается. Мы никогда не знаем, что захочет клиент, потому что клиенты разные бывают, у кого-то есть деньги, у кого-то нет, у кого-то есть деньги, но он их зажимает, не хочет платить, у кого-то есть деньги, но он не хочет платить их именно, допустим, за паркет, но купит самый дорогой, максимально возможный домашний кинотеатр, либо аудиосистема. Такие люди есть. То есть клиенты бывают в разных категориях, в разных товарных категориях, у них бывают разные экономические показатели. Поэтому одному важно пол и качество, а другому важна техника, тоже и качество техники. А кому-то техника не важна, говорит, наоборот, я куплю более дорогой какой-нибудь пол из дерева натурального, и он у меня будет там лежать на века. Поэтому мы тоже не знаем, какие попадутся нам клиенты, поэтому мы должны быть подготовлены со всех сторон. Здесь самая главная задача описать именно нас, не то, что мы всем поможем. Такого не бывает. Компании всегда помогают каким-то определенным категориям. Здесь очень важно дать понять вашему потенциальному клиенту, дизайнеру, в каких случаях обращаться именно к вам. У вас дешевле будет, у вас быстрее будет, какая уникальность по сравнению с другой компанией, почему именно у вас стоит купить тот продукт, который мы уже выбрали. Здесь очень тонкая грань, ни в коем случае нельзя смешивать карточку продукта и карточку поставщика, потому что продукт чаще всего, если он совсем не уникальный, можно купить у разных поставщиков. Сначала мы по процессу нашей работы, мы сначала выбираем, что именно здесь будет. То есть выбран натуральный паркет. А теперь у кого это купить? Всего там компаний 20 или 30, например, достойных, у которых можно купить. Мы начинаем их сравнивать. Открываем сайт и у каждого написано, у нас идеальные условия, у нас лучшие сотрудники, у нас самая лучшая клиент-ориентированность и подобный бред. Чтобы этого не было, хочется, чтобы у каждой компании была своя специализация, своя специфика, и мы понимали, чем вы действительно лучше, а чем не лучше. Для какого типа клиентов самое главное. То есть мы запозрачены вот эту историю. Результатом седьмого главы, описания седьмого модуля, седьмой темы, у вас будет полностью сформирована ваша карточка компании, которая может, по сути уникальность компании, с помощью которой можно сказать, что вы максимально полезны вот для таких категорий, вот в таких случаях. И дизайнер, если получит себе в работу именно такую категорию клиентов, именно такой случай, он будет очень доволен, он из всех остальных компаний 30 выберет именно вашу, потому что вы заточены под него. Это очень круто. Здесь не надо ничего выдумывать, здесь нужно просто прописать, что есть у вас, а для этого надо вытащить. Это можно сделать тоже с помощью тех 20 вопросов, которые есть, информации о себе, а писать честно ее без использования различных маркетинговых приемов, просто честно, подробно, понятно, без абстракции, с примерами написать, в чем вы хороши, а в чем вы не очень хороши. Это вызовет доверие. Все вот эти действия нужны для доверия, а доверие это элемент продаж, без этого не будет никакой сделки. Глава девятая, вернее глава восьмая, покажет нам договор и условия. Здесь мы говорим о агентском договоре с поставщиком, потому что дизайнеры хотят получать деньги, и как их получать. И здесь мы описываем весь договор от начала до конца и приводим его в шаблон, в котором мы даем комментарии, почему эти пункты важны и как бы мы хотели работать. Этот договор мы отработали с поставщиками, многие с ними согласились, и вы можете его изменить, если захотите, но вот стандартный договор, стандартного дизайнера со стандартным поставщиком выглядит именно так. Вы можете либо свои бизнес-процессы под него приспособить, либо изменить и сделать свой договор, ну сказать, вот у нас так, то есть это уже вы сами можете решать. Но вот как мы хотим, как мы выбираем при прочих равных условиях, каких поставщиков, описано в этом договоре. Поэтому лучше всего соответствовать этому договору, тогда с вами будет работать большинство дизайнеров. Этот договор мы утвердили в дизайнерском сообществе, он в принципе всем подходит. И подходит поставщикам тоже. И глава девятая, что важно в договоре с поставщиком для заказчика. Здесь, когда мы делаем комплектацию, дизайнер не только делает проект, но и помогает скомплектовать, купить оборудование, купить мебель, привезти на объект и проконтролировать, чтобы это все встало в нужные места. В этом случае дизайнер выполняет роль представителя клиента. И он внимательно следит за договором, внимательно проверяет его перед тем, как клиент подпишет. И оплатит задачи дизайнера все проверить. И вот здесь дизайнер проверяет, чтобы в договоре было прописано то, как будет удобно потом клиенту и как будет удобно потом дизайнеру контролировать все это. Иногда поставщики нанимают юриста, и тот прописывает договор, кабальный со стороны клиента, но очень такой продуманный и полностью себя обеспечивающий каких-то проблем, ничего не обещающий, практически договор со стороны поставщика. Это не очень правильно, мы в любом случае попросим, как дизайнера посоветуем клиента поменять договор и прописать его, вот там именно те функции, которые мы здесь говорим. Поэтому в главе номер 9 мы говорим о том, что профессиональный дизайнер советует поставщикам поменять, менять или не менять, опять же это ваше дело как поставщиков, вы хотите меняйте, хоть и не меняйте, но если бы я работал с поставщиком, я бы все эти моменты проверил и попросил бы их поправить. Я бы рекомендовал, это кстати очень хороший способ сделать так, чтобы вас выбирали, потому что выбирают не только по продукции, не только по карточке продукта, карточке поставщика, но и по юридическим документам, по договору. То, какой у вас договор, вы можете просто не узнать, но дизайнер у вас не закажет, потому что у вас оказался договор очень странный, очень такой в вашу сторону закрученный, а нам он был неудобный. И мы даже не сказали вам о том, что он у вас неудобный, мы пошли в другую компанию, где договор более мягкий, но который, допустим, стоит на 10% дороже. Клиент сказал, вот мне это больше подходит. И вы даже об этом не узнаете, что ваша сделка сорвалась из-за договора. Чтобы сделки не сорвались из-за договора, я предлагаю сделать его не юридически безопасным условно для вас, а сделать его вот таким продающим, с элементами продажи для того, чтобы и за счет этих условий, которые у вас в договоре, вы можете получить новых клиентов. Изучите главу и, возможно, внесите какие-то комментарии и какие-то изменения в свой договор, ну, либо обратитесь к консультанту, либо к юристу. Если с какими-то пунктами вы не согласны, присылайте на почту, разберем ваши случаи, ваша ситуация. Если вы что-то хотите добавить, либо тоже добавить со стороны поставщиков, то добавьте. Я обязательно включу это как с одной, так и с другой стороны, в следующую редакцию книги. И глава номер 10. Что дальше? Здесь мы говорим о том, что вот это все, что мы сейчас сделали, только начало, это базовая упаковка, и теперь нас ждут многошества открытий, множество событий, которые позволят с помощью всех подготовленных материалов и информации вступить в новую эру продаж, вступить в новые отношения с дизайнерами, проводить эффективные презентации. Вот как это делать, база рассказана здесь. Ну и в целом мы приглашаем вас в новую книгу для того, чтобы уже на практике посмотреть, как с этим работать. Все эти материалы вы можете создать самостоятельно, если захотите. Можно взять просто директора по маркетингу, и он все это сделает. Либо нанять какого-то внешнего специалиста, копирайтера, который тоже вам все это сделает. Ну, либо обратиться к нам, мы тоже сможем вам упаковать весь этот продукт, сделать карточку продукта, карточку поставщика, сделать аудит договора, сделать агентский договор, подготовить план для выступления на выставках, допустим, вы можете поучаствовать на дизайн-конференции на выставке. Мы можем разослать итоговую информацию у вас дизайнерам, спросить мнение, в общем, заняться комплексным продвижением уже вашей компании после того, как вы подготовите все эти базовые материалы. Ну, либо мы их подготовим. Продолжение следует... Продолжение следует...